Здравствуйте, уважаемые телезрители! На ТВ после коротких, но очень насыщенных зимних каникул вернулась программа «Золотые перья». Я Владимир Банчиков. И сегодня обозреть свежие республиканские еженедельники. Я пригласил восходящую звезду мирового, подчеркиваю, телевидения, корреспондента, а с недавних пор и ведущую телеканала АТВ, и просто красавицу, в этом вы сейчас сами убедитесь, Мариан Масканян. Маня, жги. Здравствуйте, вы меня засмущали. Ты поздоровай с нашими телезрителем, с тобой мы сегодня уже здоровались. Здравствуйте, да. На самом деле, хочу сказать, что читаю я газеты очень редко. Вот. Я хотел с этого-то, кстати, и начать. Да. Сегодня я купила эти четыре выпуска, наверное, впервые за несколько лет. Какой кошмар. Потерянное поколение. Но ты же с гордостью носишь футболку, где вот такими буквами написано сзади журналиста. Журналистика с чего начиналась? Да, но я все-таки считаю, что сейчас немного актуальнее все-таки соцсети. Ты сейчас всех газетчиков обидел. Нет, газетчики молодцы, но просто... Ну, не знаю, это мое субъективное мнение. Хорошо, давай. Хорошо. И поэтому, так как я очень давно вообще не листала газеты, немного могу в целом рассказать сначала. Можно? Говори. Рассказывай, как ты считаешь нужно. Мы, получается, купили номер один, информполис, молодежку и МК. Все четыре газеты... Я заметила такую, не знаю, тенденцию. Может, так было всегда, но очень мало новостей. То есть много статей про то, что актуально всегда. Допустим, как бороться с бессонницей. Или там, что делать, если от тебя ушел муж. Ну, вот такие, знаете, злободневные темы, которые всегда актуальны. Но если вот говорить конкретно про новости, то их очень мало. Больше, наверное, в номер один. Еще я хотела похвалить номер один за то, что у них в номере... Сегодня вышел номер, но у них есть материалы, которые появились только вчера вечером в интернете. То есть вчера вечером какая-то новость появилась, и сегодня утром уже она есть в газете. Это клево. Не везде это есть. Вот. Ну, начнем, наверное, тоже с номера один. Я выбрала здесь статью про зэков. Очень интересная. Зэки в аренду статья о том, что УФСИН сдает заключенных частным предпринимателям. То есть мы знаем все, что заключенные, они работают на государство. Но с недавних времен частные компании тоже их могут арендовать теперь для каких-то своих работ. Вот. И в этом году уже подписали шесть соглашений. Уже дело дошло до того, что люди хотят создавать общежития, в которых могут жить эти зэки, пока работают на каких-то людей. Вот. И мне кажется, это очень интересно. Безусловно, интересно. Но когда произносится слово «сдаешь в аренду», да, это как-то мне коробит, потому что это все-таки люди. А не автомобили, не, там, я не знаю, не мебель, не телевизоры. А это люди. Да, да, да. Ну, на самом деле, но с другой стороны, если вот со стороны журталиста все судить, то заголовок очень цепляющий. Да, заголовок цепляющий, согласен. Да. Поехали дальше. Поехали дальше. Информполис. Кстати, тоже хочу похвалить Информполис за то, что есть, в принципе, очень много статей с такими злободневными темами. То есть, не знаю почему. Перебью тебя на секундочку, да. Я тоже заметил, что они вот буквально с нового года переформатировались, причем достаточно резко. На мой взгляд. Потому что вот еще буквально недавно, пока я училась в университете, мы очень часто обозревали вот газеты, и у меня всегда был такой стереотип в голове, что Информполис, не знаю, не в обиду, но это такая желтуха, где больше рекламы, пиара и вот чего-то такого. А сегодня я вот посмотрела очень много, ну, актуальных тем. Вот. Я выбрала статью «Негде жить», потому что, не знаю, меня сама эта тема очень волнует, потому что снять квартиру сегодня действительно очень сложно. Очень многие мои знакомые, мои друзья с этим сталкиваются. Спрос намного выше, чем предложение. Квартир мало, либо они не в пригодном состоянии. То есть, здесь очень много, кстати, хочу похвалить журналистам, на минусы, кто его. Очень много комментариев, ну, реальных людей. То есть, здесь реальные истории людей, которые рассказывают о разных проблемах. Кто-то сталкивался с крысами, с тараканами, кто-то сталкивался с тем, что их просто, ну, разводили на деньги. Кидаются. Да, есть агентства недвижимости, которые выставляют объявления якобы за свои. И цену указывают намного ниже настоящей. Но люди эти деньги как бы переводят, а в итоге ничего. Учитывая еще мировой тренд такой, мировой, я подчеркиваю, да, что сейчас молодые люди, даже семейные пары, они не стремятся купить жилье, а именно они снимают, чтобы никому не быть обязанным смочь там в другое место переехать. Есть такая возможность, если да. И поэтому не заморачиваться покупкой там или строительством собственного жилья. Есть такое тоже. Ну и плюс в этой статье есть тоже мнение эксперта, который рассказывает о том, как можно решить эту проблему, то есть создать какое-то одно большое агентство, где будут номера телефонов всех арендодателей, людей, которые ищут квартиры. Ну, то есть что-то одно, монопольное, и тогда, может быть, проблема как-то решится. И как-то решится. Да, Мань, давай покороче, потому что время программы все-таки достаточно ограниченное. Все, можно? Поехали дальше. Про животных. МК. МК. МК тоже хочу похвалить за их верстку. Она действительно отличается. Если у других газеты более-менее одинаковые везде, то здесь, не знаю, мне нравится, допустим, шрифт тех же заголовков, лидов, картинки интересные. Бывают какие-то перевернутые. Ну, то есть это все интересно. Вот, я выбрала статью про животных. Получается, с 1 января 2020 года появился закон, что людям больше нельзя контактировать с животными в зоопарках, в контактах, в цирках. То есть не погладить, ничего нельзя. Нельзя, да. Все нельзя. Только трогать. Там есть такой нюанс. Животных можно трогать, если у них есть возможность спрятаться. То есть если животный... Это мы защищаем таким образом животных. Да. Вот. И получается, журналист Роксана Родионова, она приехала в один из контактных зоопарков, чтобы проверить, вообще соблюдается ли этот закон. Ну, начали ли наши контактные зоопарки его соблюдать. И, на самом деле, мало что изменилось, как я поняла. То есть 15-го числа этот контактный зоопарк закроется. И пока неизвестно, откроют они его в другом месте с такими же условиями, либо вообще закроются. Но, ну... Ну, с такими же условиями, это значит, не рушать закон, другим словом. Нет, там должно быть другое помещение, более... А, ну, с нормальными условиями. Да, с нормальными условиями. Ну, и вот, мне кажется, интересно. Здесь тоже есть... Здесь статья такая больше испытана на себе. То есть она сама прошла и полностью рассказывает про свой... Чисто журналистское расследование. Да, да, да. Вот. И последняя газета, которую мы сегодня купили. Молодежка. К сожалению, ничего интересного для себя я не нашла. Не знаю, почему. Чисто обалдеть. Это вот большой привет, опять-таки, редакции, моей любимой газеты. Я там всех практически знаю, да. Но чтобы вот молодежка не оправдала в этом, в данном конкретном случае своего названия, я был, честно говоря, в шоке, когда ты мне это сказал. Значит, ребятам есть над чем работать. Ну, да. И о чем думать. Ну, вот, не знаю, может быть, более-менее интересно. Это итоги новогодних праздников. Но сегодня уже 15-е число, и как-то эти итоги уже давно всем были известны. Поэтому для меня это неактуально. И действительно, ну, я не знаю. Ничего интересного для себя я не нашла. Хорошо. К сожалению. Ну, то есть, конечно, это плохо. Но с одной стороны. Но с другой стороны, это будет таким неким толчком для редакции, для всего коллектива. То, что вот поколение ваше, поколение юношества, я бы сказал, да, не нашло в газете «Молодежь Бурятий» для себя ничего интересного. Мань, огромное тебе спасибо. Ты, как всегда, умница и молодец. И твое будущее я уже озвучил и предрек. Уважаемые телезрители, я напомню, что сегодня свежие республиканские еженедельники прочитала, очень внимательно изучила наш корреспондент Париан Восконян. Я Владимир Банчиков. Прощаюсь с вами. Все вам самого доброго. Увидимся через неделю. Продолжение следует...